Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. И вначале расскажем о погоде. В Карачаево-Черкесии сегодня без осадков. Ветер южный 5-10 м в секунду. Температура ночью минус 1, плюс 4. Местами до 6 градусов мороза, днем плюс 5, плюс 10. И местами 12-17 выше нуля. В Черкесии сегодня без осадков. Ветер южный 5-10 м в секунду. Температура ночью плюс 1, плюс 3. Днем 14-16 градусов тепла. Свой день рождения отметила пресс-служба управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии. О том, как проходят трудовые будни этой службы, что является их основной задачей и какие акции они организуют. Об этом в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джазаевы расскажет начальник пресс-службы управления Росгвардии Диана Тлукашаова. Доброе утро всем. Доброе утро, Диана. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Конечно, я поздравляю вас с тем, что ваше управление, ваша служба, вернее, пресс-служба управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии в эти дни отметила свой день рождения. Скажите, пожалуйста, сколько лет в вашей службе и вот в чем ваша основная задача состоит? В этом году нам исполнилось 26 лет. Мы довольно молодое подразделение. Главная задача нашего подразделения заключается в том, что мы занимаемся информационным сопровождением служебно-боевой деятельности территориального управления Росгвардии. Все, что связано с нашим территориальным управлением, это освещаем мы. Вот пресс-служба. Как проходят ваши трудовые будни? Ну, Росгвардия-пресс-служба. Вернее, пресс-служба Росгвардии. Да. Но я понимаю, пресс-служба какой-то организации, пресс-служба Росгвардии. То есть здесь специфично все очень. Как ваши трудовые будни проходят? Вы тоже принимаете участие в каких-то там, ну, я не знаю, делах? Наш рабочий день начинается с 8 утра. Мы приходим, как все военнослужащие, все сотрудники территориального управления. Мы участвуем во всех учениях, занятиях. То есть нам никаких поблажек никто не делал. То есть я была права. Участвуйте в делах. Да. И помимо этого мы освещаем нашу служебную деятельность, организовываем различные брифинги, пресс-конференции, чтобы донести до жителей региона самую свежую информацию о нашем территориальном управлении. Ну, помимо этого пресс-служба, она участвует в различных акциях. Я думаю, что вы тоже участвуете в различных акциях. И, видимо, уделяете немалое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. По акциям мы действительно участвуем во многих акциях. Сами же организовываем Росгвардия по КЧР. И также Северокавказский округ нам спускает акции, которые мы проводим на территории Крачаево-Черкесской республики с привлечением нашей молодежи. По военно-патриотическому воспитанию у нас есть отдельное подразделение по работе с личным составом. Они это все организовывают. Наша задача это все грамотно осветить и донести до жителей. Ну что же, Диана, я поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, с вашим днем рождения и желаю вам успехов в работе. Спасибо большое. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы Крачаевской редакции в 14.30 «Вести» с Аллой Динаевой. Удачного вам дня и встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Роняем цены в конце сезона. Скидки до 50% на все. Шубы, пальто, куртки. Только до 15 февраля. Вятские меха. ТЦ «Панорама. Первый этаж». Пятигорский государственный университет приглашает абитуриентов и родителей на дистанционный день открытых дверей по программам высшего и среднего профессионального образования. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции на официальном сайте университета pgu.ru 13 февраля в 12.00. Перенестись во время непросто. Никогда прежде музей не был таким реальным. Здесь начинают чаще биться сердца. Здесь мурашки по коже. Здесь понимаешь истинную цену жизни. Пройди этот путь. Проживи это время. Музей Победы. Экспозиция «Подвиг народа». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...